Здравствуйте. Большое спасибо компании МСД за возможность сделать такой актуальный доклад. Его актуальность не падает в связи с тем, что мы имеем возможность управлять инфекциями с помощью вакцинации. И эта секция на самом деле имеет большое значение для пациентов с ослабленным иммунитетом. И в общем-то, несмотря на то, что компания МСД поддерживает эту секцию, надо понимать, что информация предоставлена по большей степени в качестве информационно-образовательной поддержки врачей. И мнения, высказанные на слайдах и в выступлении, отражают точку зрения докладчиков и не обязательно отражают точку зрения компании. МСД не рекомендует применять препараты способами, отличными от описываемых в инструкции. И в связи с различиями в требованиях регулирующих инстанций в разных странах зарегистрированы показания и способы применения препаратов, упоминающиеся в данной презентации, могут различаться. Это тоже важно понимать. Перед назначением любых препаратов, пожалуйста, ознакомьтесь с локальными инструкциями по медицинскому применению этих препаратов. А полные инструкции по медицинскому применению доступны по запросу в компаниях-производителях. Настоящим лектор подтверждает, что наш доклад поддерживается компанией МСД. И данная презентация тоже поддерживается компанией МСД. Большое спасибо за возможность выступить на такую важную тему. Немножко обо мне. Я врач-инфекционист и консультирую все клиники Первого медицинского университета имени Павлова. Это клиники онкологического профиля в основном и в том числе онкогематологического профиля. Кроме того, в НИИ гриппа имени Смородинцева мы ведем вирусологический лекторий на самые актуальные темы в области инфекционных заболеваний. И сотрудничаем с российским консорцием по сикфинированию коронавирусов. Что позволяет иметь актуальную информацию о распространяющихся вариантах коронавируса в Санкт-Петербурге и в России. Мы немножко эту тему затронем, когда будем говорить о вакцинации от COVID-19. И, кроме того, я немного консультирую благотворительные фонды и некоммерческие организации, насколько это возможно в условиях загруженности. И, в общем-то, переходим к сути доклада. Тут я такой интересный слайд для вас представила, не просто так. На самом деле вакцинация взрослых и то, насколько она актуальна, немножко перекликается с тем, насколько актуально образование взрослых. На первый взгляд, можно подумать, что эта цитата, она актуальна исключительно для образования взрослых во взрослом мире. Это Европейская ассоциация по образованию взрослых. Мы видим, что здесь говорится, что образование взрослых имеет большие преимущества для оздоровления нации с точки зрения не только осведомленности, но и с точки зрения социальной инклюзии, так называемой. То есть обобщенности и формирования сообщества по определенным идеям. И, кроме того, это помогает удерживать некоторые демократические системы устойчивыми. И, в общем-то, всегда образование взрослых имеет положительные эффекты на экономику страны. И здесь нужно изменить всего лишь одно слово, чтобы это точно так же было актуально и для понятия вакцинации. Потому что все то же самое будет актуально, если мы будем правильно понимать и правильно проводить вакцинацию у взрослых. Ресурсы, которые были использованы для подготовки к этой презентации, вы видите на слайде. Это advisory committee по практикам иммунизации, которая подготовлена центрами по контролю заболеваний и профилактике в США. Это руководство Всемирной организации здравоохранения. И важные рекомендации Европейской ассоциации по практикам трансплантации гемопатических стволовых клеток и БИМТИ. Важно понимать, что в Российской Федерации клинические рекомендации в одном месте не собраны. Они собраны в рекомендациях по различным носологиям, которые существуют отдельно в соответствии с кодами МКБ. И календарь единый по вакцинации взрослых на сегодняшний день в Российской Федерации отсутствует. Однако существуют некоторые пациентские инициативы, которые подготовлены и созданы не просто пациентами, а людьми, имеющими образование в биологии и иммунологии. И поэтому такие инициативы, такие календари имеют право на существование, их можно рассматривать как валидные для того, чтобы быть информированными в области того, что сейчас можно делать взрослым в Российской Федерации. Начнем мы с того, что важно на самом деле понять, почему в принципе необходимо прививать ослабленных пациентов с ослабленной иммунной системой, к которым в том числе относятся онкологические пациенты. Мы сегодня оставим в стороне пациентов с иммунопролиферативными заболеваниями, которые тоже являются очень уязвимой группой, и сконцентрируемся в основном на онкологических и онкогематологических пациентах. Хотя рекомендации для этих пациентов, они могут частично перекликаться с рекомендациями по вакцинации у пациентов с иммунопролиферативными заболеваниями. Важно прежде всего понимать возможности вакцинации этих пациентов и профилактики вакциноуправляемых инфекций, потому что прежде всего смертность от причин, которые не связаны с онкологическим диагнозом, а именно с инфекциями, в том числе вакциноуправляемыми, от инфекций, в том числе вакциноуправляемых, это достаточно частая причина смерти у таких пациентов. И в данном случае имеется в виду инфекции, которые вызывают осложнения в виде пневмонии, в виде менинга энцефалитов, сепсисов, септического шока. И важно понимать, что смерть возникает не только потому, что в принципе возникает такое осложнение, но еще и потому, что возникают осложнения антибактериальной терапии этих инфекций, этих состояний. И из-за неудачи антибактериальной терапии у таких пациентов могут возникать вторичные осложнения в виде антибиотико-ассоциированных диарей и в частности псевдомембранозного колита, которые тоже влияют на выживаемость пациентов в этой группе. Кроме того, смерть от основного заболевания, имеется в виду онкология, может возникать в связи с задержкой терапии из-за инфекции. В следствии того, что пациент, к сожалению, не был привит заранее, не был привит до терапии или не имел информации о том, что он был привит в детстве, и поэтому произошло недоразумение, и он не провел необходимые мероприятия до терапии. Он может заболеть в ходе терапии, и, соответственно, это осложняет проведение полного курса лечения, приводит к остановкам, к задержкам, и, к сожалению, может возникнуть конкурирующий риск, риск прогрессии онкологического диагноза, онкологического заболевания и риск смертности от него. Соответственно, существует еще риск передачи инфекции, в том числе внутрибольничной инфекции, между больными в отделении или, в общем-то, понятно, в больнице. Частые госпитализации, Марина Владиславовна совершенно правильно отметила, являются фактором для повышенной смертности в этой группе пациентов. Частая госпитализация, к сожалению, возникает в том числе потому, что риск вторичных осложнений из-за антибактериальной терапии вакциноуправляемых инфекций приводит к развитию антибиотико-социированных инфекций, и внутрибольничных инфекций к ним тоже повышается предосположенность. А эти внутрибольничные инфекции, к сожалению, тоже могут передаваться между пациентами. Вот эти три последствия, которые важно понимать, являются, в общем-то, основными предпосылками для того, чтобы осознать важность вакцинопрофилактики у этой группы пациентов. Сегодня мы в большей степени будем говорить о вакцинации и вакцинопрофилактике инфекций, которые вызывают серьезные осложнения на фоне иммуносупрессии. И в меньшей степени я, в частности, буду говорить, я имею в виду себя в своем докладе, в меньшей степени я буду говорить об инфекциях, которые вызывают онкологические заболевания, в частности, вирус папиллома человека, о котором в большей степени расскажет Антон Алексеевич. Ну и немножко я затрону вирус гепатита B, но не в плане профилактики онкологического заболевания, а в плане просто возможности применения этой вакцины у онкологических пациентов. И в большей степени мы коснемся тех вакцин, тех препаратов, которые показаны для профилактики инфекций, способных вызвать тяжелые пневмонии и другие состояния у пациентов в иммуносупрессии. Это пневмо, менингокок, гемофильная инфекция, грипп, корь, краснуха, паратит, ветрянка, поясывающий герпес, коклюш, дифтери, столбняк и COVID-19. Под звездочкой я указала на слайде те инфекции, вакцины от которых являются живыми и для которых есть особенные рекомендации. Вакцинация при иммуносупрессии имеет некоторые особенности, которые тоже важно понимать, прежде чем мы планируем озвучить свои рекомендации пациенту. Прежде всего, как я уже говорила ранее, восприимчивость пациентов к любым инфекциям выше, а антибактериальное лечение этих инфекций, вакциноуправляемых в том числе, может иметь меньший эффект и вызывать больше осложнений. Ну и во-вторых, важно понимать, когда мы формулируем свои рекомендации пациентам, о том, что у пациентов может наблюдаться сниженный ответ к вакцине, имеется в виду иммунный ответ и способность к сероконверсии формирования нейтрализующего титра антител, вследствие того, что они находятся в состоянии иммуносупрессии. Кроме того, текущая иммуносупрессия у пациентов может быть предпосылкой для избыточной активности и развития вакцино-ассоциированных инфекций из атонированных штаммов препаратов, живых вакцин. Какой может быть баланс между тем, что пациенты очень восприимчивы к инфекциям, их нужно прививать, и тем, что есть понимание о сниженной иммуногенности препаратов из-за иммуносупрессии пациента и риска развития вакцино-ассоциированных инфекций из атонированных штаммов живых вакцин. В общем-то, баланс, который сформулирован на сегодняшний день в мире, этот баланс заключается в соблюдении сроков вакцинации. Это тот необходимый компромисс, который нужно иметь в виду, когда мы говорим о вакцинации взрослых онкологических пациентов. Ну, кстати, и детей тоже. Сроки вакцинации я попыталась обобщить на этом слайде. Важно понимать, что подавляющее большинство вакцин необходимо проводить до терапии. И важно понимать, что инактивированные вакцины в соответствии с международными рекомендациями мы должны проводить за две недели, по крайней мере за две недели до начала иммуносупрессивной терапии. А живые вакцины, если нет информации о наличии иммунного ответа у пациенток данной инфекции, по крайней мере за четыре недели до любой иммуносупрессивной терапии или более. За четыре недели имеется в виду, что должен быть завершен полный курс вакцинации. Во время терапии следует избегать вакцинации от любых инфекций. Во-первых, потому что может быть снижена способность ответить на эти мероприятия на вакцинацию достаточным уровнем антител после вакцинации. Это называется сниженная иммуногенность вследствие иммуносупрессию пациентов. И на самом деле вакцинация во время терапии не может считаться достаточной, если мы не подтвердили эту достаточность тем, что получили достаточный уровень нейтрализующих антител в анализе на антитела после вакцинации. Пока мы это документальное подтверждение не имеем, мы не можем считать вакцину эффективной. Кроме того, конечно же, во время терапии необходимо избегать живых вакцин ввиду риска вакцино-ассоциированных инфекций, как я говорила об этом ранее. После терапии вакцинация возможна, но необходимо выдержать некоторое время. Спустя три месяца после химии и лучевой терапии, если не было антибоклеточной терапии, а также для любых онкологических заболеваний в ремиссии, когда уже прошло больше трех месяцев после терапии, возможно вакцинация любимыми вакцинами и даже живыми. Про них мы отдельно тут же поговорим, есть некоторые особенности, но тем не менее. Если антибоклеточная терапия была менее чем шесть месяцев назад, имеется в виду ритоксима, блинатумумапа, лимтозумапа и прочее, или, например, трансплантация костного мозга, вакцинация живыми вакцинами должна быть отложена на долгий срок. И об этом мы тоже скажем подробнее на отдельном слайде. Есть некоторые особенности для пациентов после трансплантации гемопатических стволовых клеток, о них я буду говорить на каждом слайде про препараты против некоторых инфекций отдельно под звездочкой. Существуют на самом деле календари вакцинации для взрослых в мире и в России. Но, как я сказала выше, в мире этот календарь представлен Центром по профилактике и контролю заболеваний в США, CDC. И мы можем, конечно, опираться на него, но у него есть некоторые особенности, которые для нашей страны не подходят. И есть оптимальный календарь для взрослых в Российской Федерации, который разработан пациентской организацией и не является результатом работы медицинского сообщества. Показания и противопоказания в инструкциях препаратов, доступных в РФ, могут отличаться от представленных в календарях. Это тоже важно понимать. Вот здесь представлен на этом слайде календарь от Центра по контролю и профилактике заболеваний CDC США. И мы видим здесь, что в большинстве своем, то, что я обсуждала выше, сохраняется и тут живые вакцины противопоказаны или настоятельно не рекомендованы во время терапии, во время иммуносупрессии. И вакцинация ими возможна только в определенной сроке, которые подробно отражены в этом календаре, в рекомендациях, в более подробной инструкции, если открыть этот календарь отдельно. Ну, подробно, к сожалению, обсуждать этот календарь мы не можем ввиду недостатка времени, но это очень интересное руководство, вы можете с ним ознакомиться позднее. И, похоже, график, который создала пациентская организация для взрослых и для детей в Российской Федерации, тоже есть к ней некоторые вопросы, однако ее очень интересно поизучать. Переходим, в общем-то, к основной и важной части моей презентации, которая будет отражена на нескольких слайдах, это особенности вакцинации от разных инфекций именно у онкологических пациентов. Будем двигаться от неживых вакцин к живым, а в конце завершим этот блок вакцинации от COVID-19 и какие есть рекомендации на сегодняшний день в отношении этой инфекции у онкологических пациентов. Неживые вакцины, которые имеют значение для онкологических пациентов и пациентов с ослабленной иммунной системой, вакцинация от которых необходима этим пациентам. Если нет информации о сероконверсии, если нет информации о наличии антител до начала иммуносупрессивной терапии, то необходимо, в общем-то, предпринимать мероприятия по вакцинопрофилактике этих инфекций. Прежде всего, дифтерия, столбняк и куклюш. Мы понимаем, что антитела к этим инфекциям должны быть у пациентов до иммуносупрессивной терапии и это согласуется с международными рекомендациями. И как и другие инактивированные вакцины, они должны быть предложены пациенту по крайней мере за две недели до начала терапии. То есть вакцинация должна быть завершена по крайней мере за две недели до начала терапии. Если, к сожалению, этого не было предпринято, то по крайней мере через шесть месяцев после завершения антибеклеточной терапии или через три месяца после иммуносупрессивной терапии. Отдельно стоит трансплантация гемопатических стволов клеток, для которых вакцинация от этих инфекций возможна только через шесть месяцев после ТГСК. Грипп. Важно понимать, что в Российской Федерации не используется живая вакцина. В календаре Центра по контролю и профилактике заболеваний США, CDC, вы увидите, что там есть опция для живой противогриппозной вакцины, но у нас этого нет. Поэтому инактивированная вакцина, используемая на территории РФ, безопасна и может использоваться даже на фоне терапии, но если это не трансплантация гемопатических стволовых клеток. В общем-то, даже на фоне терапии она показана, несмотря на то, что ответ на нее будет снижен и иммунитет будет не такой эффективный, но тем не менее и международные рекомендации, и рекомендации Российской Федерации на этом как-то сходятся. Для пациентов-реципиентов гемопатических стволовых клеток это возможно только через 4 месяца. Гепатит А и В тоже должны быть профилактированы, должен быть предотвращен риск этих инфекций у пациентов, у которых нет сведений о наличии антител, нет сведений о сероконверсии, и для них возможны особенные схемы вакцинации, которые отражены на слайде. Потому что для них риск инфицирования при отсутствии антител выше, чем для остальных групп населения. И после трансплантации гемопатических стволовых клеток это возможно, опять же, только через 6 месяцев. О пневмококовой инфекции сегодня будет говориться позднее подробнее. Я лишь скажу о том, что профилактика пневмококовой инфекции должна быть осуществлена обязательно при всех видах иммунодефицита до терапии, особенно это касается гидрогенного иммунодефицита вследствие терапии. По крайней мере за 2 недели до, если речь идет о вакцинации после терапии, то через 3 месяца, и если речь идет о трансплантации гемопатических стволовых клеток, то через 3 месяца после. Мингококовая инфекция, ее профилактика очень важна у пациентов с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями, особенно тех, у кого есть анатомическое или функциональное спление, недостаток выработки комплимента вследствие приема ингибиторов комплимента или дефицита врожденного или врожденного. Ну и кроме того, для пациентов с ВИЧ-инфекцией профилактика мингококовой инфекции имеет важное значение. В нашей стране существует вакцина для профилактики мингококовой инфекции вот с этими антигенами, которые перечислены в скобках, и лучше всего делать это до проведения антибоклеточной терапии. После трансплантации гемопатических стволовых клеток тоже показана вакцинация, как правило, у подростков 11-18 лет. Гемофильная инфекция должна быть тоже контролироваться. И для спленоктомии, и антиботерапии, и терапии трансплантации гемопатических стволовых клеток одна доза должна даваться за 14 дней до терапии, если нет информации о наличии антител в соответствии с международными рекомендациями. После трансплантации гемопатических стволовых клеток, вне зависимости от информации о наличии антител до трансплантации, должна проводиться вакцинация от гемофильной инфекции через 6 месяцев тремя дозами. Особенности вакцинации от разных инфекций живыми вакцинами у онкологических пациентов имеют тоже некоторые особенности. В частности, кори краснух и паротит, если нет информации об наличии антител, может проводиться за 4 недели и более до терапии, если нет иммуносупрессии. К сожалению, в нашей стране исключением составляют пациенты со злокачественными новообразованиями системы крови, костного мозга. Но остальные пациенты онкологического профиля могут получить вакцинацию, если они еще не находятся на иммуносупрессивной терапии. Везде вакцина противопоказана во всем мире при тяжелом иммунодефиците. Это ВИЧ с клетками менее 200 на микролитр, неприживление стволовых клеток, цитопения. Возможно, вакцинации после терапии через 3 месяца или через 6 месяцев после антибоклеточной терапии. После ТГСК в международных рекомендациях мы можем встретить возможность вакцинации, по крайней мере, через 24 месяца, если нет РТПХ и нет иммуносупрессивной терапии. Но в Российской Федерации это пока невозможно. От ветряной ОСП похожие рекомендации за 4 недели до, если нет иммуносупрессии. После ТГСК в соответствии с международными рекомендациями может проводиться вакцинация через 24 месяца, если нет РТПХ и нет иммуносупрессивной терапии. От опоясывающего герпеса у нас, к сожалению, не зарегистрирована вакцина в Российской Федерации, и поэтому рекомендации пока к нашим пациентам не применимы, хотя в международных руководствах указано о том, что они должны быть приведены за 4 недели до терапии для пациентов старше 50, и даже для отдельно указанной популяции пациентов-реципиентов аутологичного трансплантата для них возможна вакцинация рекоменданта из островакцины в любом возрасте, но это отдельная рекомендация, которая требует отдельного рассмотрения, и она пока даже за рубежом не очень-то принята. Но, однако, есть такие работы, которые это предлагают. Очень хорошее клиническое исследование на эту тему существует. Что касается особенностей вакцинации от COVID-19 у онкологических пациентов, общие риски для пациентов этого профиля очень высоки, и риск смерти и осложнений от COVID-19 выше, чем для других пациентов. Поэтому вакцинация предпочтительна для них и до терапии, и во время терапии в некоторых условиях при определенных обстоятельствах, и показана, в общем-то, любимыми вакцинами. Так говорят международные руководства. МРНК, инактивированные, нереплицирующиеся аденовекторные вакцины предпочтительны даже на фоне некоторых схем иммуносупрессивной терапии. Опять же, важно сохранять сроки вакцинации, целесообразно соблюдение их, по крайней мере, за 2-4 недели до антибоклеточной терапии, ТГСК, сплиноктомии. И завершение полного цикла должно происходить именно в эти сроки, по крайней мере, за 2-4 недели. Ревакцинация возможна через 6 месяцев после. Сниженная иммуногенность возможна для этих пациентов при вакцинации от COVID-19. На это указывает несколько работ. Что касается гометологических пациентов, то риск РТПХ не повышается при вакцинации перечисленными вакцинами от COVID-19 и не усугубляется его течение. Поэтому международное руководство и БМТ не указывают это как противопоказание легкой и средне-тяжелой РТПХ. Но зато тяжелую РТПХ 3-4 стадии указывают как противопоказание. Также противопоказано введение вакцин, если прошло менее 6 месяцев после антибоклеточной терапии. А также если имеется состояние в течение 6 месяцев после АТГ и Алимтузумаба. Важным последний слайд, который я хотела бы показать, в общем-то понятный всем онкологам, о том, что важным условием для сохранения здоровья онкологических пациентов является вакцинация донуров, стволовых клеток и солидных органов, которые должны быть привиты инактивированными вакцинами всеми, а живыми, по крайней мере, за 4 недели до донации. Вакцинация медицинских работников, в том числе от COVID-19, и вакцинация близкого окружения, в том числе персонала, который ухаживает за пациентом. Большое спасибо за внимание. Продолжение следует...